Добрый вечер! На календаре воскресенье 31 марта на канале общественного телевидения НКР. Время программы Вестник. Сегодня в передаче. Видеоновости главного информуправления аппарата президента. Президент Бакуса-Океан провел очередное заседание правительства. В Национальном собрании НКР создана группа дружбы Арцах Канада. Госкомиссия по общественным услугам призвала субъекты хлебного рынка исключить недобросовестную конкуренцию. Столичная МУС-школа дала серию концертов в школах Степанакерта. Итак, блок официальных новостей. Начнем с сообщений главного информуправления аппарата президента. Семь вопросов включала повестка дня, состоявшегося в понедельник под председательством президента Бакуса-Океана заседания правительства. Министр юстиции Арарат Даниелян представил изменения и дополнения в закон о нотариате с сопутствующими законопроектами, которые обеспечат правовое регулирование деятельности нотариуса и расширят его полномочия. В частности, нотариус наделяется правом удостоверения ряда фактов правового значения. Также вводится институт нотариуса-стажера. Законодательные новшества планируется ввести с 2021 года. По представлению министра экономики Левона Григоряна Кабмин утвердил технические регламенты оценки соответствия продовольственных и непродовольственных товаров. Члены правительства одобрили и другое предложение министра об учреждении национального сертификационного органа. Представленные министром здравоохранения Арайком Багиряном законопроекты касались технического переоснащения и переподготовки персонала, предоставляющих медицинскую помощь и обслуживание поликлиник, других медицинских учреждений и организаций, а также списка тяжелых заболеваний, несовместимых с несением наказания. Директор Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Левом Нацаканян озвучил законопроекты, направленные на разграничение функций центральных и территориальных служб по оповещению учреждений и населения в случае чрезвычайных ситуаций вооруженного нападения или войны. По предложению президента, руководитель национальной статс-службы Мануш Минасян огласила социально-экономические показатели 2018 года. За последние 12 лет обеспечены в среднем 10,4% годового экономического роста, а объем ВВП возрос в 4,4 раза, дойдя до метки 310 миллиардов драмов. Мануш Минасян озвучила и результаты стат исследований по определению уровня бедности. 21,6% населения находится за чертой бедности, а 6,1% – крайней бедности. Президент поинтересовался достоверностью результатов исследования, призвав исключить формализм в работе и выявить работодателей, которые ведут так называемые черные тетради, показывая документально более низкий фонд зарплаты своих сотрудников. По мнению министра труда Самвела Ваннисяна, решению проблемы поможет введение с июля месяца системы накопительной пенсии, которая вынудит работников требовать от работодателей реального отражения в документах размеров своих зарплат. Сразу после заседания правительства президент провел рабочее совещание с участием госминистра Григория Мартиросяна и руководителей райадминистрации, обсудив вопросы реализации ряда социально-экономических программ. 26 марта президент Баку Саакян принял председателя Всемирного комитета паноармянских игр Ишхана Закаряна. Были обсуждены вопросы, намеченных в Арцахе седьмых паноармянских летних игр. Президент Саакян отметил, что подготовительные работы проходят в активном режиме, подчеркнув, что будет предпринято всё для проведения мероприятий на высшем уровне. Во встрече приняли участие госминистр Григорий Мартиросян, другие должностные лица. Сразу после встречи Ишхан Закарян ответил на вопросы арцахских журналистов. Он сообщил, что ещё в 2015 году после проведения в Ереване шестых паноармянских игр было решено часть седьмых провести в Арцахе. По словам Ишхана Закаряна, вопрос уже обсуждён с премьер-министром Армении и правительством создана Госкомиссия по проведению игр. Ишхан Закарян сообщил, что 5 августа участники игр и гости прибудут в столицу НКР. 6 августа состоится церемония открытия паноармянских игр. В Арцахе пройдут три дня соревнований по тем видам спорта, возможности для которых здесь имеются. Далее игры переместятся в Ереван, где 17 августа состоится церемония их закрытия. Ишхан Закарян поздравил всё армянство по поводу намечающегося грандиозного события и в первую очередь арцахцев, ибо, по его словам, данное мероприятие имеет чрезвычайно важное значение для Арцаха. 27 марта в Международный день театра президент Бако Саакян присутствовал на организованной во Дворце культуры и молодежи фотовыставке, посвященной Государственному драматическому театру имени Папазяна и Вечере памяти народных артистов НКР Беников Чиана и Тамары Милкумян. В тот же день в Степанакирском Дворце культуры и молодежи президент Саакян принял участие в торжественном мероприятии по предоставлению финансового содействия многодетным семьям Арцаха со стороны благотворителя Самвела Карапетяна. 28 марта состоялся телефонный разговор между президентом НКР Бако Саакяном и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Совеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, затронули вопросы, связанные с урегулированием Нагорно-Карабахского конфликта. На следующий день в Вене состоялись переговоры Пашиняна с президентом Азербайджана Алиевым сначала с участием сопредседателей Минской группы, а затем тет-а-тет более трех часов в режиме закрытых дверей. Сопредседатели уже оценили венскую встречу как позитивную и конструктивную с продолжением в будущем. 29 марта президент Бако Саакян присутствовал на открытии в Степанакирском дворце культуры и молодежи выставки, посвященной 140-летию Арама Манукяна. О других новостях 10 вопросов включала повестка дня, состоявшегося в среду пленарного заседания парламента. Ашот Гулян обратился к радостной вести о создании в Канадском парламенте по инициативе Рейчел Хардер группы «Дружба с Арцахом», в которой уже семь человек. Ашот Гулян зачитал заявление всех фракций Арцахского парламента о создании группы «Дружба Арцах Канада». Далее парламентарии заслушали законопроекты, представленные министром юстиции Араратом Даниэляном, управделами правительства Раиком Лазаряном, директором службы нацбезопасности Самвелом Шахраманяном, министрами иностранных дел Масисом Айляном и финансов Артуром Арутюняном. Завершилась пленарка депутатскими заявлениями. Добавим, что парламент счел нужным перенести на более поздний срок рассмотрение представленного депутатом Гагиком Багунцем законопроекта. Гагик Михайлович, по каким мотивам предложенный вами законопроект был перенесен для рассмотрения на более поздний срок и в чем его суть вкратце? Нами на очередном заседании парламента был представлен проект закона о свободе совести, мысли, вероисповедания и религиозных организациях. Хочу отметить, что вместе с проектом этого закона в пакете были представлены законы о внесении поправок в законе об административных правонарушениях и уголовных нарушениях. Мы договорились подождать, пока будет в Министерстве юстиции подготовлен соответствующий проект закона. И мы вместе где-то планируется в июне представить совместно пакет вот этих документов. Суть следующая. Проект закона обсуждался на разных общественных площадках, на разных политических площадках. Суть закона в том, чтобы урегулировать отношения к различным религиозным организациям, которые существуют в нашей республике, которые ведут весьма активную работу, пропагандистскую религиозную работу. И нами была предпринята попытка все это установить в рамках закона. Я хотел бы отметить, что наша Конституция предполагает приоритетную роль Армянской Апостольской Церкви как национальной религии. И поэтому определенные инсинуации, в смысле того, что есть определенные демократические ценности, определенные человеческие права, мы ни в коей мере не затрагиваем никаких прав любого гражданина нашей республики. Свобода вероисповедания у нас полностью приемлется. Просто мы определяем определенные правовые рамки. Наша Конституция дает право каждому человеку на свободу мысли, свободу совести, свободу вероисповедания. Но есть четкий пункт, который есть в любой Конституции, в любой уважающей себе стране. Все эти свободы и права человека не должны затрагивать государственную и национальную безопасность. Мы пытаемся этим законом гармонично совместить права и свободы человека с национальной безопасностью. Особенности на нынешнем этапе существования нашей страны и нашего народа. Мы не можем не учитывать национальных интересов, интересов обороноспособности нашего государства. Я знаю, что на пленарке вы выступили с депутатским заявлением. Прошу вас представить квинтэссенцию этого заявления. В своем депутатском заявлении я коснулся темой, весьма бурно обсуждаемой в течение этого месяца на разных общественных, политических площадках. Это заявление сопредседателя Минской группы, касающееся возобновления переговорного процесса. Но в основе обсуждаемого документа легли так называемые мадридские принципы, которые в нашем понимании уже давно были отвергнуты с нашей стороны. Я упомянул заявление министра иностранных дел Царской Республики Масиса Майляна, в которой он однозначно сказал, что эти принципы должны быть забыты и отброшены в сторону. Мы поинтересовались отношением арцахского депутата к позиции премьер-министра Армении Никола Пашиняна по Карабахскому конфликту. Если говорить о позиции руководства Республики Армения, то оно пока только-только выкристаллизовывается. И в своем заявлении относительно заявления сопредседателей премьер Республики Армении отметил, что мы находимся на стадии понимания тех трех основных принципов, заложенных основой переговорного процесса, и шести элементов, которые должны быть поняты и обсуждены уже с азербайджанской стороной и при участии сопредседателей. Карабахская сторона всегда считала, что присутствие нашей страны в переговорном процессе – обязательный элемент, гарантирующий окончательный мирный договор. Но восприятие вот этого подхода с азербайджанской стороны весьма и весьма неадекватное, потому что нет понимания того, что окончательное решение не может быть без учета мнения карабахской стороны. И мы всегда настаивали на этом, мы всегда настаивали на том пункте, что об обмене территорий на какие-то неопределенные гарантии нашей безопасности, на какие-то непонятные уступки оказываемые нам – это неприемлемо с нашей стороны. Мы всегда занимали четкую позицию существования де-факто Арцахской республики и хотим участвовать в переговорном процессе именно с этих позиций. На своем заседании в четверг Госкомиссия по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции рассмотрела шесть вопросов, из коих самым объемным и важным, на наш взгляд, были представлены Сергеем Григоряном результаты изучения рынка хлебной продукции. В сфере имеется 113 субъектов, которые в годовом разрезе произвели свыше 5000 тонн хлебной продукции. По словам Сергея Григоряна, в сфере нет субъектов с преобладающим статусом, а удельный вес в передовых компаниях не превышает 15% общего объема. Вместе с тем, докладчик отметил наличие риска недобросовестной конкуренции на хлебном рынке, основные проблемы рынка – его плотная оснащенность и нехватка профессиональных кадров. По предложению председателя Госкомиссии Микаэла Веробяна, Сергей Григорян зачитал заявление комиссии. Госкомиссия предупредила все субъекты рынка хлебной продукции воздержаться от проявлений недобросовестной конкуренции. В противном случае будут применены предусмотренные законом средства, сказанных в заявлении. Из других решений заседания отметим решение о продлении срока действия старых договоров компания «Арцахгаз» со своими абонентами до января 2020 года. Вы смотрите программу «Вестник». Серию концертов дала на прошлой неделе в школах столицы Степанакирская музыкальная школа имени Комитаса. Один из них имел место в столичной школе номер 9. Как всегда, украшением концерта стало выступление ансамбля деголистов-барабанщиков класса Маврика Габриэляна. Маврика Габриэляна. Об идее и программе состоявшихся концертов мы поговорили с директором и завучем МУС-школы. Идея назрела в 2018 году, в январе-феврале, как раз ко дню 30-летия «Арцахского движения». Первое выступление началось в третьей школе с двумя заголовками. И к 30-летию «Арцахского движения» и второй заголовок «Узнай музыку», чтобы дети слушали хорошую музыку, классическую, народную. Почти во всех школах выступали. Остались только вот эти школы, которые мы не успели, так как начались экзамены майские. Осталась вот вторая, шестая, восьмая и девятая школа, которую мы посетили в этом году с концертами, с обновленной программой. Идея заключалась в том, чтобы не только концерт был для детей. Каждый инструмент, который мы представляли, ведущая рассказывала об этом инструменте. Что дают на эти концерты? Значит, дети, во-первых, с таким удовольствием выходят на сцену. Они такие радостные. Они вот эти четыре дня прямо радовались тому, что они будут на сцене, будут играть, будут петь, будут выступать. Очень, знаете, как будто для них был это праздник. Порадовал юных зрителей выпускник мус-школы, теперь уже студент столичного мус-колледжа Геворг Петросян. Это у нас, конечно, делается все для детей, все это бесплатно. И наши педагоги тоже очень активное участие принимали в этом. Чтобы составить программу концерта, мы делаем отборочный, как говорится, тур, закрытый концерт. И выбираем самых-самых-самых ярких. У нас, конечно, было огромное количество детей на закрытом концерте, но мы отбирали самые яркие номера, чтобы было доступно детям, чтобы детям это понравилось. Ну и это тоже пропаганда, чтобы у нас в августе, в сентябре месяце был хороший прием. Музыка Мы поинтересовались последними успехами и планами мус-школы. Конкурс, который в Гюмри проходит и пройдет в этом году в Степанакете, это же конкурс «Ренессанс» называется. Готовимся к этому конкурсу и конкурсу «Сан Ремо». На данный момент из нашей школы трое, трое находятся в Ереване, сейчас участвуют на конкурсе. Сегодня их выступление «Арт-музик» конкурс называется. Два дня назад буквально двое из наших школы, две девочки, участвовали в конкурсе, который был в колледже. Они едут в Москву, заняли гран-при. В техническом плане школа не оснащена, так как у нас нет аппаратуры для проведения концертов. Мы все время занимаем аппаратуру. И с этой же аппаратурой мы едем в разные школы или просим у них, в этих же школах просим. И плюс вот наши девочки заняли гран-при на этом конкурсе. У нас нет аппаратуры, чтобы полноценно заниматься. Дорогие друзья, эфирное время программы «Вестник» подошло к концу. До встречи на канале общественного телевидения НКР. Следующее воскресенье, 7 апреля. До свидания.